Товарищ такой Витя Соловьев, который потом в Олимпиаде в последние советские Олимпиады участвовал, вот, и как бы там, что вот детей туда лучше отдавать, то есть есть возможность заниматься яхтами. Это где-то в Петербурге? Да, в Петербурге, значит, яхлуб общества труд, центральный яхлуб общества труд, это на Петровской косе, а жили мы на Петроградской стороне. Проблема была, что там, как было везде и сейчас в требованиях, умение плавать. Я же говорю, Саша, как же я, я-то же плавать-то не умею. Он-то такой спортивный плавать умел. Вы правда не умели плавать? Вообще не умел. А сколько лет он был? В 69-м 11 лет. И 10-11, ну, 10 тогда еще было, когда записывался. Значит, он говорит, ну, если что, скажем, то есть я за тебя проплыву, мол, никто не заметит. Так вот, авантюрно я туда записался, оказалось, что, в общем-то, там все получат. Яртингом я стал 50 лет назад, ровно в этом году будет, осенью 69-го года. Так что будет в этом году осенью юбилей, можно сказать, 50 лет. А.А.НИ. Арктический, Антарктический научно-исследовательский суд. Он один. А специальность у вас была? Я закончил университет по специальности физическая география, географический факультет. Почему физическая география? Мне сразу там старше товарищи искали, поступать физическую, потому что, единственное, что потом можно перейти на завод, потому что, говорит, будешь все время в экспедициях. Так оно и сложилось. А потом все-таки меня сагитировал. Я уже там был, уже много работал, все знакомые. Все-таки меня сагитировали и на Северный полюс. Вот я последнюю в Советском Союзе северную станцию, Северный полюс 30. Ну, в интернете можете увидеть. ДРС Комплогер проект. Курбата в катерах и яхтах. Вот. И я на базе этого цеха, свободное от работы время этот, и материала своих приятелей, то есть, естественно, из своего материала. Вот этот ДРС Комплогер. Ну, владельцем мастерской был заинтересован, что если пойдет эта лодка, то чтобы ее пустить на серию. Да, чтобы пустить в серию. Вот. Значит, и вот сделал этот первый ДРС Комплогер. Участвовал там все знаменитости города в этой постройке. Начиная от Аскольского. Это профессор Корабелки. Акцмен. Вот. Значит, он шлял технический надзор. Как профессионал. Вот. С Курбатовым тоже там советовался. Да, он еще жив был. Вот. Вот такой получился ДРС Комплогер. Ну, и как? Бизнес-то пошел? Не. На Ладогу мы сходили. Вот. Но что-то не пошел. Ну, тем не менее, по Ладоге там покатался. С англичанами там была одна поездка. Ну, как-то так не пошел. Ну, кстати, сразу такой вопрос возникает. Как вы думаете, почему вот в России яхтинг, он на самом деле, ну, на таком, прямо скажем, худом уровне в сравнении с той же Швецией, Финляндией? В России в целом? Да, в России. Потому что сухопутная страна. Это глупо. И яхтинг, он зато у нас там конные спортили. У нас же сухопутные, у нас степель, леса. Что там дело? Да я думаю в этом. Ну, а куда деваться англичанину? Если он на острове живет 2000-3000 лет. Или французы. То есть... Ну, есть страны, которые тоже там совсем небольшим кусочком выходят к морю. Но, тем не менее, у них яхтинг настолько и озерный. Ну, да. Ну, вот, да, согласен. Есть такие страны. Польша. Там яхтинг развит, не знаю, наверное, не хуже, чем где-нибудь в Англии, во Франции. Казалось бы, берег. У нас же все судостроение, все яхты были из Польши. В Советском Союзе. В основном. Ну, на 90%. Остальные там 10% немецкие, югославские. Ну, я имею в виду сборные. Ну, как думаете, будет это развиваться тема? Ведь все больше и больше любителей. В Легораде был довольно развит. Я не знаю, как в других регионах. Почему-то все плохое получилось. Вот на Олимпиаду. Вот у меня вот Харкиновские блоки с топора. Вот. Это почему мне Харкин нравится? Ну, тут американская фирма. Она и сейчас есть. Потому что в Олимпиаде 80-го года, вот я тогда, просто готовили, как бы, по правилам там должно быть на Финах одной фирмы. Вот Харкин выбрала. Ну, а мы тут же стянули, как вот, вместо Лазера луч, вместо 70-ки 13-й, вместо Солинга 22-й. И так же этот Новосибирск стал делать. Один в один вообще. Ну, не отличить. Ну, почему-то Новосибирске разваливается, а Харкиновские ходят. Стопор. Традиция, наверное, все-таки. Стопор. Вот один в один же сделан. Вот в этот он просто сам входит в Харкин. А в Новосибирске надо все-таки надавить. Почему так? Я там уже подключительным стеклом. Ну, нашел чуть угол не тот. Там какие-то полгагарадуса. То есть, такие нюансы. Александр, расскажите про лодку-то все-таки. Первая большая-то лодка. Какая была? Ну, вот этот Дэрискомп-логер у меня. Потом я ушел, все закрылось. Я перешел в морскую инспекцию. И все это стало. То есть, я стал заниматься морской, ну, сначала рыбохранить, потом в морской инспекции нас Ельцин передал. Вот, собственно, организовывал. Российскую береговую охрану. Вот, которая сейчас. О, на самолетах, корабли, вертолеты. Первый саморез в береговой охране, вот, у нас, вот, по Афинскому заливу, это я делал на Байдарке Таймень. Байдарка Таймень, складная, туристская. Вот. И, как-то мой этот Дэрискомп был уже и безнадежно. То есть, я все время в море работал. Потом у нас там эти командировки в Японию пошли. То есть, вот, я конвенционщиком работал. Так, а эта лодка какая по счету? Ну, вот, этот Дэрискомп у меня первая моя личная, которую сам сделал. Потом она у меня стояла, значит, в услуге. В услугу, когда стали забирать в 2007 году, куда мне его девать. Я походил, куда его на стоянку. Везде дорого, везде никак. Вот. Я его поменял, ну, куда-то без лодки всем скучно. Я его там поменял, рыбаков, как его промыслово, она что-то большая, 6 метров, на кадет. Маленький, пластмассовый, польский, старенький. Вот. И на этом на кадете с женой катались по Ладоге. По Ладоге, по Финскому заливу. Перевозил его на багажнике. Сделал багажник, да. Вот. И все бы хорошо, вот последние года тяжело его там вдвоем с женой закидывать. Все-таки 70 килограмм. Она говорит, у меня уже спина болит. Стал вопрос, что надо что-то такое, чтобы не таскать. А, ну и что? Ну, все-таки уже хочется комфорта. Там же в палатке. Особенно, когда мы тут на березы последний раз ходили. Под ливень попали, пришли, все мокрое, палатка мокрая. А это такой дом на воде. Да, и вот я говорю, тут появилась такая вот тема, что вот в Швеции лодки. Ну, они действительно самые дешевые. Да, да. Я стал смотреть, да, действительно. И вот один год смотрел, второй приценивался, уже так стал выбирать. Потом что-то не получилось, первый раз ездил в Швецию. Не знаю, зашли, нам понравилось. Я посмотрел, то есть такая крепкая. Вроде все хорошо. Сколько она куда? 25. Да, места нам вполне хватает. Нам очень понравилось. Вот. И решили, а что-нибудь. А оказалось, что... А, ну да. Я думал, вообще там без двигателя. А тут еще и двигатель оказался. То есть мы вот катались вот по заливу. А, на гонку я сходил. Мне было интересно посмотреть, как она с другими. Ну, себя показать, других посмотреть. Ну, и вообще народу было интересно. Мореходная лодка? Да, оказалось мореходная достаточно. Ну, я не попадал в серьезную еще пока. Поэтому так сложно сказать. Ну, хорошо, вот сама управляется. Я вот там по лотническому шел, там как-то раздуло так очень сильно. Ну, не то, что очень сильно. Ну, в общем, сильно раздуло. Я уже уставший, не спал сколько. Мне там контргал в сторону от берега. Я его положил и спать пошел. И она сама там даже лучше, чем со мной. Я часа через четыре выхожу и даже по лобусу. Ну, она так на баку прыгала по волнам. И как раз и шла куда мне нужно. Он по карте посмотрел, да, как раз от контруса куда мне нужно. Я исползся. То есть она сама шла. Ну, когда была плохая. А у вас управляют? Как дети относятся к яхтевым? К такому увлечению вашему? Да нормально относятся. Они привыкли. Сами не увлекаются? Нет, жене понравилось очень. Она тоже выбирала ее. Так что мы с ней будем вдвоем. Ну, дочка тоже будет, конечно, приезжать. Ей тоже все это нравится. Ну, у нее там свои дела. Вот. А нам тут очень комфортно. Вот сейчас планируем. Ну, мне-то интересно и гонки поучаствовать. Хотя лодка совсем не гоночная. Это дача плавучая. Кстати, тут вообще замечательно. Мы тут стоим. Тут у нас такой тент большой. Тут у нас плита. Все ходят. Мы тут как на даче. Вообще как на даче. Тут все удобства. Тут и туалеты, души и все, что хочешь. Вот. В отличие от других. Она удивилась, когда в других клубах это у них. Я говорю, да как-то никто и не привык. Как-то и не задумывались. Как же туалета нет? Я говорю, да никогда и не было. Никто и не думал. Как это работает? Второй старт. Сюда такси. Значит. Продолжение следует. Продолжение следует.